В эфире программа «Город. Новости по-выборски». С вами Людмила Перминова. Здравствуйте. По всему миру бушует сегодня победный май. И неважно, какая за окном погода. В сердцах всех ныне живущих поколений взрывается яркими всполохами праздничный салют и распускаются цветы. Народ-победитель празднует 70-ю годовщину окончания самой кровопролитной в истории Великой Отечественной войны. И мы продолжаем рассказывать о доблести и чести тех, кто отстоял свободу отчизны. Сегодня в нашей программе рассказы, воспоминания и стихи о войне, героизме, любви и вере в победу. Ветеран Вера Михайловна Лымырь не только мама и бабушка. У нее подрастает правнук Сережа. А в памяти до сих пор свежи воспоминания о том далеком времени, когда она была 16-летней девчонкой. Родилась я в Ленинграде, на Нарском проспекте, дом 9, квартира 5. По окончании школы, ну по окончании 7 класса, я пошла в техникум торговый на улице Чеховой, дом 6. Поступила туда, сдала экзамены, поступила. Отзанималась два года и вот началась война. По вечерам Вера, тогда еще Лабутина, посещала курсы медсестер. А после занятий помогала работникам ЖКХ, разносила повестки. Но все изменилось 3 июля 1941 года. 3 числа разношу. Что такое Лабутина Вера Михайловна? А мне 16 лет. И мне повестка. Всех молодых людей и девушек, не достигших призывного возраста, набирали в дивизию народного ополчения. Туда же была направлена и санитарка Вере. Погрузили нас на Варшавской товарной станции. Только отъехали, кто-то запел. В далекий край товарища летает. Но в этой песне есть слова. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть весны. Дивизия направлялась в Нарву. Но на станции Кингесе поезд оказался под прицелом бомбардировщиков. Поступил приказ всем уходить в лес, а затем выдвигаться на передовую. Спустя несколько дней подошли к берегу Луги. А на другой стороне реки в это время уже обосновались немцы. Немец все время бросал листовки, кричал, переходите к нам. У нас есть что и поесть. Они знали, что мы голодные ходим. Ну, сухарик дадут нам. Но что хорошо, это население уже снимало огурчики. Выносили на дорогу и нас кормили. Но и там пробыли недолго. Вновь поступил приказ двигаться дальше. И неизвестно, куда бы занесла судьба Веру Лымырь, если бы по пути не встретился дальний родственник. Боевой офицер, служивший в должности начальника штаба. Он сошел с лошади. А ты как тут? А я ему все рассказала. Он планшет вынул и пишет в Ленинград, в госпиталь, при больнице Мечниковой. Но в этом госпитале ее не ждали. Отправили в другой. А вскоре назначили санинструктором 72-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, дислоцирующегося в Пулково. Обучили нас, медиков всех, по-пластунски ползать, чтобы мы не вставали к раненому, а ползли. А бой, когда начался, какой там ползти? Там кричит сестричка, там кричит Вера. На быструю одного забинтуешь, на быструю другого обработаешь и забинтуешь. Вот и все. Какой там по-пластунски. В декабре 41-го года от голода в блокадном Ленинграде умер отец Веры. Но потеряв одного близкого человека, она брела другого. Судьба подарила ей встречу с молодым лейтенантом Василием Лымарем. В 43-м году Вера Михайловна стала его женой, родила дочку. Но в декретном отпуске прибыла всего три месяца, а затем снова вернулась на фронт. Дело шло к прорыву блокады Ленинграда. А в дивизии появилось новое грозное оружие – Катюши. Стали они стрелять. Это красота исключительная. Летят, как фейерверк. И вот почему-то у меня все время только это. Катюши наши молодцы. После прорыва блокады Вера Лымарь с мужем, который к этому времени получил звание майора и стал командиром части, были направлены в Латвию. Там они встретили День Победы. Все репродукторы работали, все радио работали. Люди сразу одевались, выскакивали на улицу и целовались, и обнимались, и плясали. Все, что угодно. После окончания войны муж продолжил военную карьеру. Вера Лымарь вспоминает бесконечные переезды из одного гарнизона в другой. Подмосковье, Курилы, Эстония, Новгород, Камчатка. Последним местом службы Василия Лымарь стал Выборг. Здесь они решили остаться. Вера Михайловна все это время продолжала поддерживать отношения со служивцами. А в 1977 году ей удалось встретиться с еще одним своим однополчанином Юрием Никулиным. На фронте молодой талантливый артист часто выступал перед бойцами с номерами художественной самодеятельности. И уже тогда никто не сомневался, что его ждет великое сценическое будущее. Он приехал давать концерт здесь у нас в Доме офицеров. И мы встретились. Он, конечно, не узнал меня. Он первое отделение отвел и пошел покурить. Я встала и пошла за ним. И говорю, Юра Никулин, здравствуйте. Почему вы не здороваетесь? А он говорит, с кем? Я говорю, с Верой Лымарь. Он изменился в лице. Подошел. Вера Лымарь. Ну, конечно, уже я изменилась. Он говорит, ну, пойдем поговорим сначала. А потом я фотокарточку тебе дам. А тут выскочил внук мой. Он, и тебе дам карточку. Проговорили минут 20, пока длился перерыв. А затем расстались. Теперь уже навсегда. Фотографию с дарственной надписью Вера Лымарь бережет так же трепетно, как и свои боевые награды, среди которых самая ценная для нее – медаль за оборону Ленинграда. Когда-нибудь она обязательно передаст их правнуку Сереже, чтобы он и его дети хранили память о великом подвиге советского народа, защитившего свою родину. Александр Телегин, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Забывать о прошлом просто странно. Благодарной памяти верны. Хвалим постоянно ветеранов, А реальным помогать должны. Ветеран войны проснулся рано, Снова раны старые болят. Помоги седому ветерану, За тебя сражался он в боях. Он пешком прошел моря и страны, И нелегким был тут долгий путь. Помоги сегодня ветерану, Сделай для него хоть что-нибудь. Проступает словно из тумана Лица тех, кто отдал жизнь за нас. Помоги живому ветерану, Помоги не завтра, а сейчас. Было училище, форма на вырост, Стрельба с утра, строевая зазря, Полугодичный ускоренный выпуск, И на петлице два кубаря. Шел эшелон по протяжной России, Шел на войну сквозь мельканье берез. Мы разобьем их, мы их осилим, Мы их докажем, гудел паровоз. Станции, как новогородская вече, Мир, где клокочет людская беда, Шел эшелон, а навстречу, Навстречу лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша, Полночь была, как курок, взведена. Мы разобьем их, мы им докажем, Мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, маясь на стрелках гремящих, Весь продуваемый сквозняком, Он по дороге взрослел, Этот мальчик, тонкая шея, Уши торчком. Только во сне, оккупировав полку, В высотонелом табачном дыму, Он забывал обо всем ненадолго. Он улыбался, и снилось ему Что-то распахнутое и голубое. Небо, а может, морская волна? Танки! И сразу истошное! К бою! Так они встретились, он и война. Воздух наполнился громом, гуденьем, Мир был изломан, он был искажен, Это казалось ошибкой, виденьем, Страшным чудовищным миражом. Только видение не проходило, Следом за танками у моста Пыльные парни в серых мундирах Шли и стреляли от живота. Дыбились шпалы, насыпь качалась, Кроме пожара не видно ни сги, Будто бы эта планета кончалась там, Где сейчас наступают враги, Будто ее становилось все меньше. Ежесть от близких разрывов гранат, Черный, растерянный, Онемевший, в жестком кювете Лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, Всех ее пашин, дорог и осин. Что же ты, взводный, докажем, осилим? Вот он, фашист, докажи и осиль. Вот он, фашист, оголтелый и мощно воет Его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно, Знаю, что страшно. И все-таки встань. Встань, лейтенант, слышишь? Просит об этом, вновь возникая из небытия, Дом твой завьюженный солнечным светом, Город, отечество, мама твоя. Просит деревни, пропавшие гарью, Солнце, как колокол, в небе гудит, Просит из будущего, Гагарин, Ты не поднимешься, он не взлетит. Просит твои нерожденные дети, Просит история. И тогда встал лейтенант И шагнул по планете, Выкрикнув не по уставу, а и да! Встал и пошел на врага, как вслепую. Сразу же сделалась влажной спина, Встал лейтенант и наткнулся На пулю, большую и твердую, как стена. Вздрогнул он, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспев. Падал он долго, упал он мгновенно, Он даже выкрикнуть не успел. И для него наступила сплошная И бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю, Но я знаю, чем кончилась эта война. Ждет он меня за чертой неизбежной, Он мне мерещится ночью и днем. Худенький мальчик, всего-то успевший Встать под огнем и шагнуть под огнем. А над домом тучи кружат, выражат, Под землей цветущие павшие лежат. Дождь идет над полем, родную землю поет. Мы про них не вспомним, и про нас не вспомнят. Не вспомнят ни разу никто и никогда. Бежит по оврагу мутная вода, Вот и дождик кончился. Радуга, как полымя. А ведь очень хочется, чтобы про нас помнили. Елизавета Смолина и Абульфас Ибатов. О них в нашей студии рассказала внучка Ксения Каргазерова. Бабушка Смолина Елизавета Петровна, 1923 года рождения. И дедушка Абульфас. Он 1921 года рождения. Дедушка похоронен в Баку, бабушка в Ленинграде. Это мои бабушки по папиной линии. Бабушка и дедушка мои. К сожалению, не удалось с ними лично познакомиться. Но вот оба в форме. Есть еще фотография бабушки тоже в морской форме. Но вот видно, что они на военно-морской базе оба. Балтийский флот, вот буква «Б» на нашивках. Абульфас и Елизавета познакомились на Ленинградском фронте. Оба защищали блокадный город с воды. Сразу после войны поженились. Но счастье молодоженов было недолгим. В 50-м, прямо в морском походе, супруг Елизаветы ушел из жизни. Сына с трех лет она поднимала одна. И замуж больше не вышла. У нас сохранились всего две фотографии в памяти о нем. Эта фотография, он был моряком военно-морского флота, порт приписки, город Ленинград. Вот его фотография. Еще одна фотография. Он и весь его состав корабля. Они прошли два океана и пять морей. В частности, во время войны они совершали свои походы за границу в Америку, доставляли гуманитарную помощь, крейсеры военные и перегоняли их в СССР. Ксения надеется, что ей еще удастся разыскать родственников в Баку. А пока бережно хранит документы бабушки, которые ей передал отец, тоже кадровый военный. Итак, Елизавета Смолина. Едва ей исполнилось 18, девушка из Ярославской области попросилась на фронт. Конкретное место, где она проходила службу, это 142-я часть отдельного местного стрелкового батальона, 2-я стрелковая рота. И базировалась эта рота в городе Ленинграде. Так моя бабушка 18 лет, молодая девчонка, стала красноармейцем-стрелком и проходила свою военную службу с 3 сентября 1942 года. По 29 сентября 1946 года. То есть получается, когда видно, что всю блокаду бабушка провела в Ленинграде, проходила службу на военно-морской базе города Ленинграда и познала на себе, испытала все тяготы и лишения этих 900 дней. В декабре 1943 года бабушка была награждена медалью за оборону Ленинграда. К сожалению, медаль не сохранилась, но сохранилась фотография бабушка в гимнастерке и с этой медалью на груди. Вот эта фотография. Также сохранилось удостоверение к медали за оборону Ленинграда. Вот это у нас сохранилось. А медаль где-то вот в течение времени была утеряна. Далее, в 1946 году бабушка была награждена медалью за победу над Германией. Есть удостоверение к этой медали, тоже сохранилось. За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. После увольнения в запас в 1946 году бабушка так и осталась жить в Ленинграде, хотя сама была из Ярославской области. Осталась там жить, окончила курсы бухгалтеров и всю свою жизнь работала бухгалтером в различных организациях Ленинграда. Одна из самых дорогих реликвий в семье Ксении – красноармейская книжка бабушки. Здесь все ее данные, где она проходила службу, какое обмундирование ей выдавалось, когда она приняла присягу и так далее. Ну вот, не знаю, для меня так она самая дорогая, даже дороже как-то всех медалей, не знаю, потому что такая старая потрепа, но, слава богу, хранится, и вот постараемся ее, конечно, подольше сохранить. Ксения считает, что особенно сегодня нужно как можно чаще напоминать людям о славных и трагических событиях истории. И своей дочери она старается привить чувство патриотизма. Для меня это очень дорого, это и связь поколений, это и память, которую нужно сохранить о наших родных. И, может быть, это обыкновенная история, как тысячи таких же у нас в России, но для нас она особенная, потому что это наша семья, как и для всех остальных. Хочется, чтобы люди помнили своих близких, чтобы знали о наших героях, и передавали своим детям, чтобы они знали и помнили, передавали своим дальнейшим поколениям. Наталья Березовская, Андрей Неровов, медиагруппа «Наш город». Идут усталые ветераны, белеют чедяной виски. Ах, если б не болели раны, да в сердце не было тоски, они несут в руках гвоздики, но их ряды не так стройны. Ах, если б не было великой, чудовищной и злой войны, в суровых фронтовых походах не знали отдыха и сна. Ах, если б молодые годы не отняла у них война. Они в Россию свято верят, ведь с ней прошли нелегкий путь. Ах, если б им вернуть потери, друзей потерянных вернуть. Студили душу им метели, в глаза не раз смотрела смерть. Ах, если б мы теперь сумели их человечностью согреть. Следы обид зарубцевались, но боль бедна на их челе. Ах, если б вновь не вышивали невзгоды на родной земле. Они стоят у обелисков, медали заслоняют грудь. Им поклонитесь, люди, низко-низко, пока они еще живут. Я очень мало знаю о войне, по фильмам и рассказам ветеранов. Но этого хватает мне вполне, чтобы ненавидеть палачей-тиранов. Они пытались женщин-стариков, считая себя главными на свете. Но наш народ не стал носить оков. Все нас исчезу стали, даже дети. И вот уже у стен Рейхстага ожесточенно бой кипит. Советских воинов и отвага в последней схватке победит. И антфашистскую столицу, пронзая синему насквозь, Как вестник славы, вольной птицей, победы с нами вознеслось. Южное кладбище Выборга. В братской могиле покоятся почти две тысячи человек. Солдаты и офицеры Красной Армии отдали жизни им за родную землю. В их числе Степан Александрович Калашников. С семьей он переехал в Выборг весной 1940 года, когда закончилась Советско-финская война. А в этом же городе погиб Великую Отечественную. У дочери красноармейца Зинаиды Степановны нет никаких воспоминаний об отце. В мае 1941-го, когда Калашникова вызвали на военную переподготовку, ей было всего полтора года. Спустя месяц, так и не успев проститься с родными, он ушел на фронт. Единственное напоминание – фотография, присланная полевой почтой, да рассказы мамы и дяди. Когда я родилась, даже мой дядя еще во всем жил, меня поднял и говорит, будь умный, как мать, а веселый, как отец. Он был очень радушный, очень веселый. Где именно воевал Степан Калашников, дочь не знает. В книге памяти в списках погибших на Выборгской земле в годы Великой Отечественной он значится как красноармеец 19-го краснознаменного стрелкового полка. Это формирование воевало на территории Карельского перешейка, участвовало в освобождении многих городов Ленинградской области. Именно этот полк принимал участие в Выборгской наступательной операции, которая официально была окончена 20 июня 1944 года. В этот день погиб Степан Калашников. Господи, ну почему он не постерегся в последний день? Меня так это прямо угнетает. Всю войну отвоевать, столько пройти. И благодарить своему отцу, конечно, что я живу, и матери, что она нас подняла. Одна. Отец отдал жизнь на нашу родину, а мать нас подняла. У нее тоже это подвиг. Супруга красноармейца Калашникова Александра Васильевна в одиночку поднимала четверых детей. Двух своих и двух племянников. Защищая Ленинград, погибли три ее брата. Когда началась война, последним эшелоном семью вывезли из Выборга в Вологду. Спасая малышей от голода, мать завербовалась на работу в Архангельск. Следила за заключенными. После войны Калашниковы вернулись в Выборг. Мы настолько глупые были, настолько простые люди, что... Даже не замечали, что мы... А вот сейчас, я вчера все подняла, поплакала. Я сейчас говорю, вот всех, у кого не было опоры отца, у кого мать вытащила детей, вот как по сути дела подняла, и воспитание дала, и все. Что не сложилось жесть, а у кого нет вот семьи, вот отца опоры, все мои подруги тоже без отцовщины, у всех не сложилось. Вы знаете, наверное, одеться много значит все-таки. 9 мая, в День Победы, Зинаида Степановна с портретом своего отца встанет в строй бессмертного полка. И пройдет по земле, за которую 70 лет назад погиб красноармеец Калашников. Вероника Когут, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». За пять минут уж снегом талым шинель запорошилась ся. Он на земле лежит усталым, движением руку занеся. Он мертв, его никто не знает, но мы еще на полпути. И слава мертвых окриляет тех, кто вперед решил идти. У нас есть суровая свобода, на слезы обрекая мать, без смерти своего народа, свою смертью покупать. Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись. Могилей этой дорогой всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух. Навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, но родину сберег. Ах, война, что ты сделала подлое. Место свадеб, разлуки и дым. Наши мальчики головы подняли. Позрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли. За солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы. Будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите. Но все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ты подлое сделала. Вместо свадеб, разлуки и дым. Наши девочки, платьица белые. Раздавали сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? До зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки. Мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить нам не во что. Что идете в войне наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. На братских могилах не ставят крестов. И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов. И вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дубы. А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. А в вечном огне не вспыхнувший танк. Горящие русские хаты. Горящий Смоленск. Горящий Рейхстаг. Горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Июнь 41-го года. Начиная была тишина. И даже спала природа. Как вдруг на рассвете война. Война прозвучала гром. В каждое сердце вошла. И никого не жалела, когда обходила дома. И люди, сил не жалея, без страха пошли вперед. Но устав звучало. Родина мать зовет. Были болезни и боли. Голод и нищета. Сколько же пролито крови. Сколько горе несет война. Но народ наш могучий не сдался. И добро победило зло. Мы одержали победу. Мы заслужили ее. Поклон ветеранам нашим. Поклон до самой земли. Спасибо, что в страшное время без страха на подвиг шли. На этом наш выпуск завершен. С праздником Великой Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин